Культ поход 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 на образ жизни. Мне кажется, контекст музея может впитать вообще абсолютно все, да, то есть можно назвать модным, и это не будет уничижающим каким-то явлением, именно семейную какую-то историю, да, то, что приходят именно все, приходят в определенный день и проводят свой досуг, и в том числе образовательная какая-то просветительская в этом функция есть. Вот, давайте перейдем тогда конкретно, может быть, к проекту, который вы представите, и что будет у нас Елена Ушакова рассказывать, или представлять, или что там будет? Расскажите нам подробно, пожалуйста. Я буду работать, так назовем, работать, да? Прямо работать? Да. На двух мероприятиях, потому что сейчас идет огромная подготовка к финальному мероприятию, которое проходит в 21.00. Это будет шоу-перформанс авангард и мода. Не знаю, раскрывать интригу, разрешите. Раскрывайте, хотя бы немножечко. Хотя бы немножечко. У нас все гости такие таинственные приходят, оставляют все за кадром. Расскажите, пожалуйста. Ну, потому что хочется, чтобы гости пришли на ночь музеев и увидели то, что... Ну да, надо сказать, потому что иначе не придет никто. Правильно. Сейчас в художественном музее, вы сейчас только что слышали, работает выставка, открыта выставка «Авангард» на телеге в 21 век. Мы по ней даже рассказывали. Вот. Зрители, слушатели все, значит, об этом знают. Есть достаточно яркие работы по вдохновению. Не знаю, они вдохновили или сказать... Не могу назвать, что это аналог, копия. То есть это просто модная интерпретация современной одежде. То есть будет поставлено дефиле, ставится дефиле. У нас вчера была репетиция. Девочки-модели из модельного агентства «Сигма». Модельное агентство помогает мне в этой деятельности, в показе дефиле. Они будут демонстрировать одежду, которая предоставлена генеральным партнером... Ветка ЦУМ. Да, Ветка ЦУМ. Это будет современный взгляд на авангардные картины. У меня мелькнула маленькая догадка. Вы перед этим говорили, что, возможно, будет какой-то перформанс, какой-то театральный зрелищ. Это связано как раз с показом будет или это какая-то другая? Да, конечно, это связано с показом. То есть это будет не просто модный показ, а некое действие, да? Да, это будет некое действие. И ещё скажу, что дети, которые занимаются в творческой студии художественного музея, они тоже будут иметь отношение со своими работами к этому перформансу. Чудесно. Какая многосоставная история. И ещё одно мероприятие, о котором я сказала, где я буду работать, я буду проводить экскурсию по выставке кино и мода. Не буду говорить про что. Это произойдёт в выставочном зале. Да, это произойдёт в выставочном зале, потому что для каждого экскурсовода этого дня, да, есть определённая задача, определённая тема, потому что просто экскурсию по выставке я уже проводила для своих гостей, для своих участниц, клиентов и так далее. Это было несколько раз. А здесь экскурсия будет немного отличаться от тех, которые я уже проводила. Она тоже будет перформативная. Нет. Мы сейчас будем вас пытаться вывести на чистую воду, задавать наводящие вопросы. Повторять не будем. Совершенно два разных мероприятия. Ну, значит, дорогие слушатели, приходите, всё узнаете, всё увидите. Я скачала программу, кстати говоря, специально для Роскомнадзора, да. Нет, я скачала, чтобы посмотреть возрастные ограничения. Я даже 16 плюс нигде не вижу. То есть основная часть мероприятий 6 плюс, либо 12 плюс. Есть даже те мероприятия, где рекомендованный возраст 3 плюс. То есть со всеми маленькими детками можно приходить. Можно я как раз тут сделаю поправку, потому что экскурсия и вообще выставка кино и мода, она является, наверное, образовательной. Есть возраст людей 3 плюс и далее. Я скажу даже до 30, возможно, да. Они даже не понимают, что носили их мамы, их бабушки и тёти, сёстры в своей молодости, да. И это, естественно, для них идёт действительно образованием. Жаль, что у нас ни в школах, ни в колледжах нет урока «История моды», потому что для девушек и для молодых людей это важно, потому что это просто история, которая связана с элементами одежды. Вот о чём речь. Это не о каких-то там особенностях современной моды. То есть это как раз основа, откуда всё произошло, то, что мы носим сегодня. А самое интересное, что в любом историческом костюме, мне кажется, можно проследить какие-то даже политические тенденции того времени. Обязательно, это обязательно. Это очень интересно, это всегда увлекательно находясь. Да, потому что всё искусство всегда оно во времени. Тот же авангард, если мы берём. Если бы не было революции, это бы направление у нас в стране не появилось. И я хочу сказать, что все наши выставки, они, скажем так, образовательные. Мы стараемся в доступной форме преподнести ту или иную эпоху, ту или иную тему. Но я уже не говорю о тех экскурсиях, о тех лекциях, которые мы проводим на той или иной выставке. Мы всегда стараемся в доступной форме рассказать, показать, для чего это, что это такое, в чём красота, в чём прелесть, индивидуальность того или иного художника той или иной выставки. Я думаю, если говорить об одежде, то можно даже и не ограничиваться тем, что это эстетическая, какая-то этическая, историческая составляющая. Я думаю, что Катерина Уполева тоже со мной согласится как философ, с тем, что это огромный философский пласт, начиная с кинников, которые считали, что, по сути, одежда — это проявление власти над человеком, и которые пытались избавиться от такой микрофизики власти, заканчивая тем, что сейчас происходит, тем, что материальный мир считается настолько активным, и это не наша идентичность, может быть, одежда, а это может быть какой-то отдельный актор. Ну ладно, я сейчас не буду очень сильно уходить в философию, но тем не менее, то, что вы сказали, что это может быть каким-то образовательным моментом, мне кажется, такой огромный спектр как раз различных теорий. И ещё для тех женщин, у которых молодость проходила в те годы, они как раз её вспомнят на этой выставке, это тоже здорово. Путешествия во времени такое получается, да? У меня ещё вопрос к Екатерине Ополевой. Я вижу, что вот арт-мастерские, арт-паузы и мастер-классы, там есть ограничения по количеству человек, где-то 10 человек, где-то 20 человек, где-то 30. Как это будет происходить? То есть это люди будут приходить и записываться прямо там на месте, или нужно заранее это сделать? Нужно предварительно записаться на эти мастер-классы, потому что мы соблюдаем все меры безопасности. Ну, это связано как раз с ограничениями. А как это сделать? Можно позвонить в музей, телефоны указаны, вот таким образом, да. Чтобы не остаться без мастер-класса. Да, поэтому мы заранее всё это запустили, это правда. Количество мест ограничено. Желающих много. Да, надо об этом думать, потому что если вспоминать предыдущие годы, когда до ковидные времена, я помню, проходишь мимо выставочного зала или мимо художественного музея, огромные очереди выстраиваются желающих. Как сейчас вернуться к этому? То есть, мне кажется, сейчас такое время, когда все настолько соскучились по открытым мероприятиям. По открытым площадкам, конечно. Мне кажется, желающих будет много. Да, и здесь нужно тоже соблюдать, конечно, баланс между той самой безопасностью. Мы все понимаем, что люди соскучились по мероприятиям, но не надо забывать о мерах безопасности, собственной и чужой, поэтому, пожалуйста, запишитесь на наше мероприятие. Всё, телефончики тоже все есть на сайте, и в социальных сетях всё можно найти. Записывайтесь, останетесь прям наполненными, да, мероприятиями разными. Ещё хотела спросить по поводу, ну, то есть, вот, моду я понимаю, вот, да, с выставками связано, о которых мы рассказывали, замечательная идея, но я там вижу математика, арт-пауза, математика и искусство. Да, вот такая интересная арт-пауза, математика и искусство от сотрудника нашего музея, которая будет проходить в Зале русского искусства 18-19 века. Кто хочет, пусть записывается, придёт и узнает, чем тут секрет. Понятно. Всё будет пока, пока, пока тайно, пока тайно. Ладно. Я пытаюсь связать, да, догадаться как-то русское искусство, математика. Нет, вот я просто программу как раз смотрю, да, и я понимаю, что вот тут заинтриговали, да, математика как-то вот интересно, для кого, для кого это, да? Ну, я немножко могу, да, приоткрыть завесу тайны, потому что в этом зале у нас висят произведения искусства, относящиеся к эпохе классицизма. И поэтому, да, а знатоков выбор темы объясним. Понятно. Ладно. У нас остаётся не так много времени на самом деле. Давайте мы вопрос зададим нашим слушателям и попробуем, пусть они ответят. Давайте, так как мы много говорим об искусстве 20-30-х годов, вопрос с такого плана. Зачем художница в 20-е годы Александра Экстер предлагала в создании одежды простые геометрические формы? Есть подсказки. А, три варианта ответа. Три варианта ответа, да. Первый, такие фасоны были в моде. Второй, подобную одежду мог создать каждый. И третий вариант, такая одежда была синонимом хорошего вкуса. Угу. Синоним хорошего вкуса была в моде, мог создать каждый. Да. 211-101, есть звонок, я слышу, сейчас, надеюсь, продюсер нам поможет, переведёт нам звоночек. Добрый день. Ах, нет, ещё не успели. Не успели. Понятно. Ну, вот как раз в контексте математики, то, о чём мы говорили, мне кажется, можно подумать и о геометрии. Мне кажется, можно догадаться. Так, как-то там всё понятно, всё зависло. Да, вспомнить 20-е годы, нехватку красивых материалов. Есть сигнал, есть звоночек. Добрый день. Здравствуйте, это Светлана. Да, Светлана. Я попробую ответить. Так, ну, может, это хороший вкус был. Нет, качает головой одношакин. Это нехороший ещё вариант. Ну, тогда, была подсказка, было мало материалов. Тогда модно. Тогда что? Модно, первый вариант. Тоже нет? Нет. Нет, увы, Светлана, вы не угадали, увы. Ладно, ладно. Звоните, во втором части, даём вам вторую попытку во втором части, звоните. 211, 211. Ну, вот сейчас, кто ответит, мы не будем подсказывать. Оставшийся единственный вариант, кто ответит, тот получит приз. Кстати, о призах. Мы сегодня разыгрываем билеты в кино, и сбылась моя мечта. Мы, наконец-то, начинаем разыгрывать большое количество книг, потому что их у меня накопилось огромное, огромное. Стопка такая лежит на моём столе. Поэтому мы сегодня разыгрываем книги от магазина «Читай город», за что ему большое спасибо. Станислав Дробышевский, «Байки из грота, 50 историй из жизни древних людей», прекрасная толстая книжка, замечательная и иллюстрированная, ограничение 12+. Лев Данилкин, «Пассажир с детьми», Юрий Гагарин до и после 27 марта 1968 года, ограничение 16+. Вячеслав Пецух, «Избранная проза», ограничение 12+. Мария Свешникова, «Артефакты» и Леонид Юзифович, «Фи-Лэ-Лин-Лин-18+.» «Артефакты» и Юзифович 18+. Напоминаем вам, что эти другие книги вы можете купить в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 торговый центр театра Ленина, 103а торговый центр Крым. И у нас уже есть следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Ваш вариант. Я предположу, что из-за простой формы недостаток материала, вот это все, но и вспомним, «Авангард» что-то оттуда, наверное, повлияло. Анна Владимировна, принимаете такой ответ? Ну, можно чего-то, как все-таки сказать, каков ответ? Почему, Олег, почему? Давайте мы попросим Анну Владимировну повторить варианты ответа. Давайте, да, давайте. Значит, такие фасоны были в моде, подобную одежду мог создать каждый, и такая одежда была синонимом хорошего вкуса. Три варианта. Два из них неправильные. Ну, у вас логика... Логика верная. Да, все, только надо вот произнести, да. Ну, вы верно мыслите. Так, Олег, вот, видимо... Я просто не слышал... Давайте вопрос, давайте вопрос. Давайте. Вот смотрите, Александра Экстер предлагала создать простые геометрические формы в одежде. Подсказки. Почему, как бы, вот, что ей двигало? Такие фасоны были в моде. Это первый вариант. Второй. Подобную одежду мог создать каждый. И третий. Такая одежда была синонимом хорошего вкуса. Ну, мне кажется, такую одежду мог создать каждый. Конечно, конечно. Это правильный ответ. Вот хочу добавить о том, что была известная модельер, владелица ателье, которая шила фасоны и обшивала царский двор. И после революции ее засадили в тюрьму. Только за то, что она это делала. Вмешалась жена Горького и... Надежда Ламанова. Да, да, да. И, соответственно, ее освободили, и она стала придумывать аналогичные простые формы. То есть это вот, скажем так, было действительно для простого человека, но было подвластно каждому. Поэтому ваш ответ правильный. Поздравляю вас. Какой приз вы хотели бы получить? Если можно, книжку Езифовича. Книжку Езифовича. Хорошо, Олег. Она ваша. Приходите за ней к нам в редакции. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Я так думаю, что время наше, наверное, уже торопит нас, да, торопит. Мы должны прощаться с нашими гостями. Спасибо вам большое. Еще раз напоминаю, 15 мая три площадки Вятского художественного музея, да, это музей, дом музея Хохрякова, это выставочный зал на улице Карла Липнихта, и это главное здание художественного музея на улице Карла Маркса. С трех часов дня все начинается, можно посмотреть программу на сайте Вятского художественного музея или скачать в социальных сетях, там просто вот реально на двух страницах, я вижу, мелким шрифтом, там все, включая пленэр даже, да, я так понимаю, будут учить рисовать, да? Да, но мы вынесли пленэр, соответственно, опять же, исходя из безопасности на улицу. На улицу, все правильно, если погода еще нам будет благоволить, я думаю, что да, мы все надеемся. Замечательно. Спасибо большое нашим гостям, Анна Шакина, Катерина Ополева и Елена Ушакова были в нашей студии, Ночь музеев 15 мая, мы продолжим сейчас культ поход, а с гостями нашими прощаемся. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. А мы с Гульнарой сейчас попросим нашего продюсера набрать нам Кирово-Чепецк. Кирово-Чепецк. Ускоколейка. Мы можем, да? Да, 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 да. У нас остается еще три минуты до рекламы, я напоминаю слушателям, как мы дальше будем работать. Сейчас мы по телефону связываемся с Кирово-Чепецком, с Музеем железной дороги, который тоже принимает участие в Ночи музеев. Нам расскажут. Впервые, да? Мне кажется, что да, потому что ведь они открылись не так давно, а в прошлом году ночи музеев не было, все было в онлайне. Поэтому в этом году они присоединяются к вот этому международному событию и придумали тоже интересную и очень необычную программу. Я думаю, что сейчас нам учредители музея об этом расскажут, как только мы их наберем, с ними свяжемся. Ну и после того, как мы поговорим с Кирово-Чепецком, мы успеем, наверное, еще разыграть один или два приза. Я надеюсь, да. Мы с Гулей уже зададим свои вопросы. С Гульнарой. Да, я подготовила вопросы. Добрый день. Здравствуйте. Да, Евгений Стерлин с нами на связи, соучредитель некоммерческой организации музея железной дороги и руководитель филиала в Кирово-Чепецке. Все верно, Евгений? Все верно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Рассказывайте нам, что вы задумали. Мы решили присоединиться к всероссийской акции «Ночь музеев», и поэтому завтра, 15 мая, мы организовываем специальный сеанс. У туристов будет уникальная возможность посмотреть наши узкоколейные экспонаты, покататься на ручной брезине, представить вечерний фонарей. В общем, впервые в истории нашего музея мы принимаем посетителей ночью. Причем это будет настоящая ночь музеев, то есть у нас сеанс начнется в 9 вечера, и не как у других, когда в 8 часов все заканчивается, то есть это будет настоящая ночь, в темное время суток. А вы сказали сеанс. Это прямо вот какой-то сразу ассоциация с кино, это прямо какое-то продуманное путешествие? Погружение. Погружение? Да, это будет продуманное путешествие. Дело в том, что Карентор сейчас изолирован от внешнего мира, сюда можно добраться только по вскалейке. Поэтому тот, кто захочет к нам приехать, нужно будет в последнем рейне в 2020 уехать из Кирова Чистецка на поезде. Потом будет экскурсия, где проведут два экскурсовода, может быть, в зависимости от количества посетителей. И после чего пол 11 будет, когда уже будет совсем темно, темно, будет организован специальный рейс, чтобы посетители могли вернуться обратно к цивилизации с Кирова Чистецка. Евгений, у меня большая вам просьба. У нас сейчас по рекламенту реклама. Можете ли вы не отключаться, остаться с нами на линии и после рекламы мы продолжим. Спасибо. Спасибо. Евгений Стерлин, соучредитель некоммерческой организации Музей железной дороги, руководитель филиалов Кирова Чистецка. С нами на связи. Евгений, вы с нами? Я с вами. Вы с нами. Ура. Мы тут с Саней делились впечатлением, что ночь, путешествие в закрытый мир, какая-то закрытая зона. Мы такие сталкеры, куда-то едем, в какой колейке. Очень впечатлены своим воображением. Аналогов нет не то, что в Кировской области, но и в России. Наша акция. Даже большая железная дорога ничего подобного не додумалась организовать. Ну, у них, естественно, будут какие-то акции, но не столь интересные с нашей почти зрения. Слушайте, но у вас-то вообще просто потрясающе. Там сам по себе Каринторф, да, очень интересен. Да, вот сейчас он особенно интересен, когда сюда можно доехать только на поезде или на вертолете. Вот, да. Тут еще ночной сеанс. В 9 вечера уже темно как раз будет. Ну, то есть настоящая ночь. А в Каринторфе фонари горят? Очень хорошо горят. И на нашей территории очень хорошее освещение. Страшно не будет, никто не потеряет. Всех увезем обратно. Я вот тут подумал, что, может быть, не все слушатели были в Чапецке, не все знают, что такое Каринторф. Мы так загадочно говорим об экскурсии, об этом месте. Может, вы расскажете что-то? Да, это изолированный поселок, Слиут Паводка, потому что развивается река Чекса. Пантонный мост уже разведен больше месяца. И добраться сюда по началу июня можно только в полчаса летия. Пока не спадет большая вода. Да, пока не спадет вода. Вот. Поэтому, вот, особенно сейчас, здесь очень колоритно, когда на поезде ездят местные жители и везут свой нефтикрыт-карб. И туристов много тоже стало. Мы специально сделали открытый летний вагон, который выпустим на линию, поскольку будет тепло, с которым можно высунуться, сделать неплохие селфи. Но соблюдая все меры безопасности, конечно. Естественно. Ну, даже если там кто-нибудь кошеренет, то вирус сразу же выдумит из этого вагона, потому что у него практически отсутствуют пены. Я правильно представляю, что это вот прям, ну, как в кино такие креслицы и нет ни крыши и практически ничего такого. Ну, крыша есть, но по стенам где-то на метро только, соответственно, можно высунуться из него. Ну, тоже аналогов, аналоги есть только в Краснодарском крае подобного вагона. Где климат позволяет? Ну, кто туристические трамвайчики в туристических городах приморских видел, это примерно вот похоже, да, Да, да. Только поезд. Да, по телефону, конечно, проблематично это объяснить, но тоже тем очень нравится. А вот что, путешествуя по этой дороге, ночью можно увидеть? Ну, вот кроме там леса, фонарей, то есть какие еще могут быть там встречи в этом путешествии? Кстати, Евгений, вот вы говорили, я прошу прощения, про экскурсию, она начнется именно в Каринторфе или вот когда уже по дороге? Она начнется прибытие, да, поэтому нужно отправиться будет в 2020 на последнем рейсе пассажирском из 1-го Чепецка. Туристы увидят самый большой скалейный мост в России, длина его почти 300 метров. Ого. Туристы увидят звезды на небе, может быть, даже луну. Туристы увидят бобровую хатку, правда, она спрятана, это место, где живут бобры, такое сооружение типа шалаша. и замечательный вечерний хвойный воздух. Мы так погрузились. Но они увидят, это они почувствуют. Мы с Аней все уже представили, почувствовали запах хвои, призываем, приглашаем, конечно, всех в это путешествие отправиться. Да, Евгений, возрастное ограничение есть какое-то у экскурсии или можно всем? Вот 5 лет, потому что все-таки это железная дорога, экскурсии проходят по локомотивному депо, там стоят настоящие локомотивы, повозы, вагоны, поэтому мы не принимаем по 5-6 детьми менее 5 лет. 6 плюс получается тогда возрастное ограничение, да? 6 плюс, да. Совсем с малышами лучше не стоит? Не стоит, да. Так, еще расскажите, пожалуйста, что будет в Каренторфе непосредственно, то есть там о чем будет экскурсия и кто будет рассказывать? Экскурсию буду вести я, будет вести мой заместитель, мы за полтора часа пройдем к музею в Калейке, расскажем про технику, покажем, как она работает, туристы смогут прокатиться на ручной древине, это вот как в фильме «Неуловимый Мститий», когда сгоняется А, это надо вот рукой? Руками, конечно, да. Руками, конечно, да. Забавно. Да, тоже очень всем нравится, вот, ну, скучно у нас никогда не бывает и точно не будет этой ночью. Да, еще, Евгений, такой вопрос, скажите, надо ли как-то предварительно записываться к вам, потому что... Нет, не надо, мы прицепим все имеющиеся у нас вагоны, поэтому, я думаю, все уместятся. Все поместятся. Как вас искать? Как вас искать? Куда? Вот тем, кто не был еще у вас. Первый типец, на карте нужно найти разрез к новой, это улица Алексея Некрасова, дом 4, станция находится за этим домом, там будет стоять поезд уже с 19.50, и в 20.20 он везет туристов в затерянный мир. В затерянный мир, окруженный водами реки Чипцы. И бобровыми хатками. Спасибо. И вернет, да. И вернет, самое главное, да, не оставит там, не бросит никого. Вернет, да, полдвенадцатому вернет. Спасибо большое. Евгений Стерлин с нами был на связи, соучредитель некоммерческой организации музея железной дороги и филиал в Кирово-Чепецке. Слушайте, это просто потрясающе. По-моему, никогда такого еще в Кирове не было, чтобы можно было ночью, ночью на поезде, на открытом вот этом вот, на открытой даже платформе уехать куда-то в ночь. Ночь. У меня никогда не было повода съездить в Чепецк, но теперь он прям появился. На какой-то остров Коринторф, да, и там будет экскурсия и обратно в полночь возвращаться из Кирово-Чепецка в Киров, например, да. Это потрясающе. Да, мы завидуем всем, кто туда отправится. Интересно, есть ночные автобусы из Кирово-Чепецка в Киров? Мне кажется. Что, наверное, и нет. Наверное, и нет. Так, что-то мне говорит звукорежиссер, но я... Последний рот в 22 часа подсказывает мне звукорежиссер. Спасибо, Макс. Спасибо. Значит, только такси, если нет личного транспорта, но я думаю, что в ночь музеев договориться с кем-то из знакомых, у кого есть машина, съездить в Кирово-Чепецк, это не проблема. Тоже путешествие. Или заночевать в Кирово-Чепецке, это будет еще большое приключение, на букинге забронировать номер. Надо подсказаться музею, чтобы они там еще сделали какой-нибудь отельчик где-нибудь там в виде бобровой хатки рядом с бобрами. Бобровая хатка. Но я боюсь, что не успеют они, конечно, за день построить отель, но вообще на самом деле букинг, пожалуйста, или авито, если вы боитесь ехать ночью, можно заночевать в Кирово-Чепецке, еще успеть в воскресенье по самому Кирово-Чепецку прогуляться, например. Например. Нет, Кирово-Чепецк достоин того, чтобы по нему прогуляться. Я просто не была, да. Верю тебе, верю. Вот. Значит, у нас остается три минуты до конца эхира, и я предлагаю разыграть еще один приз. Да. 211-101. Гульнар, ты задаешь вопрос или я задам вопрос? У меня очень простой вопрос. Если у тебя посложнее, смотри, как по времени. У меня посложнее, пусть Гульнара. У меня самый простой вопрос, тот, на который я была способна сегодня с утра, чтобы его придумать. Мы говорим о ночи музеев. А что же такое музей? Вообще, откуда пошло это название? Как переводится это слово? И что мы понимаем изначально под ним? Уже я слышу, есть звонок. Люди, видимо, даже уже понимают, что скоро будет у нас розыгрыш, дозваниваются заранее. Я еще не успела задать вопрос, а уже звонят. Ну, сейчас попробуем. Бронируют себе место. Да. Никаких вариантов ответа давать не буду. Я думаю, тут просто догадаться даже можно по созвучию. Мне кажется, перевод слова музей, наверное, люди дадут, а остальное ведь это больше, наверное, на размышления твой вопрос. Просто мой второй вопрос связан с первым. Он будет во втором часе. Ну, хорошо. Так. 211-101. Есть ли у нас желающие ответить? Есть звонок. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Ну, Александр, какой ваш ответ? Ну, это какое-то учреждение культуры, которое занимается изучением, хранением экспонатов различных. Да, вы правы. Совершенно. Которые имеют историческую какую-то художественную ценность. Это в сегодняшнем понимании. Я, может быть, не очень точно сформулировала изначально, как это понятие возникло и, может быть, как переводится это слово с греческого. Послушайте, да. Дом Мус. Совершенно верно. Абсолютно верно. Или храм Мус, да, еще иначе называется. Вы ответили правильно и даже дополнительно как-то еще современную его интерпретацию пояснили. Поэтому выбирайте приз. Билеты в смену есть? Билеты в смену есть. Есть. Хочу. Хорошо, Александр, они ваши. Пожалуйста, номер телефончика оставьте нашему продюсеру. Я после эфира с вами свяжусь, расскажу, как их забрать. Все, отключился Александр. Мы, Гуль, давай расскажем, просто как мы в следующем часе работаем. Давай. У нас в следующем часе будет такая же примерно схема. То есть у нас придут в начале представители Краеведческого музея. То есть мы так сделали, да. Мы взяли две официальные крупные площадки. У Краеведческого музея более 40 мероприятий будет. Я так немножечко анонсирую, да. Вот. Мы поговорим с представителями Краеведческого музея, разыграем с ними приз или один, или два. Не знаю, посмотрим, как время позволит. Дальше мы тоже по телефону свяжемся с представителями нашего государственного университета, которые в этом году проводят в ночь музея в читку. Причем читка будет в кафе. Вот такая история. С читкой до импровизации. Вот. И тоже разыграем призы. Поэтому до 12 часов прощаемся, а дальше снова продолжим. КУЛТ ПАХВОТ